здравствуйте приветствую всех друзей канала fornax film совсем недолго осталось ждать владельцу вот этой свеженькой бани когда он впервые пойдет париться с новой печкой добропар о ней мы расскажем чуть позже но сегодняшнее видео будет интересно тем кто планировал самостоятельно установить банную печь у себя в бане обязательно расскажем о том что нужно сделать на этапе постройки бани для того чтобы в будущем упростить себе задачу монтажа смотрим друзья сегодня у нас кадре евгений специалист монтажной организации очень опытный человек который любит давать дельные комментарии он вам уже знаком по многим видео на нашем канале евгений приветствую спасибо что пригласили суши но расскажи что в этой бане сделано такого чему-то обрадовался вот придя сюда в самый первый момент начнем с того что монтаж легкий ничего особо сложного здесь нету то есть у нас бак выход в мойку 4 метра трубы разделочный узел растяжки будут у нас в чердаке для фиксации дымохода собственно все здесь будет понятно в процессе монтажа все расскажем все объясним ну здесь я уже увидел что это не свежеприготовленный проем это не ваша работа да нет это заготовлено заранее на этапе строительства заказчик со строителями определились по месту где будет установлена банная печь соответственно подготовились к этому убрали стропилы об решетке то есть сделали так чтобы не было дополнительных отводов ненужных затрат финансовых соответственно прямо легонько и легко как ты думаешь часа в четыре уложимся мы сегодня по монтажу я думаю да друзья ну давайте смотреть принципе все работы здесь уже выполнены сделан проем сделали красивейший портал из облицовочного кирпича все готово постамент для печи тоже готов но приступим давайте начнем большую часть работы евгений будет делать один так что в принципе видео соответствует своему названию установка печи самостоятельно ну давайте понаблюдаем за этим чудесным и таинством все начнем начнем с подготовить с подготовки противопожарных защитных экранов так называемых из фиброцементной плиты здесь будет отражать фиброцементная плита вровень с кирпичной кладкой здесь тоже будет защищено фламой до потолка здесь будет потолочно проходной узел находиться ну и все для чего эти уголочки мы с помощью их будем скреплять короб из фиброцементной плиты судя по размерам и по количеству полос это наверное основа будет короба это уплотнительный слой сделаны из рокула потому что фиброцементной плитой невозможно будет прижаться так чтобы не было щелей то есть это уплотнительный слой идет сначала он потом будет короб из фиброцементной плиты потом мы будем вставлять готовый пупу размечаемся таким образом чтобы все было в разбор жестко фольгу его внутрь чтобы экранировать тепло заполнительное которое будет переходить от фиброцементной плиты и закладываться с чистковым материалом ну и все и внутрь сейчас пойдет короб из фламы а затем в этот короб из фламы мы вставим готовый пупу да и сверху ватный чик это все дело забыли это т.к. ну и все а а и Евгений, а если нет таких вот уголочков, можно из профилей гипсокартоновых сделать? Не из профилей, из подвесов. Подвесы, любые уголочки, жестянка, пластиночки. Задача только, чтобы скрепить между собой, чтобы он держал. Ну, по сути, ты тоже сделал из того, что было в наличии, да? Не сильно подграванно. Здорово, вообще не будет. Для того, чтобы защитить деревянные элементы стены от нагрева, установим защитный экран из фиброцементной плиты. Вплотную ее крепить нельзя, поэтому обязательно оставим зазор для свободного входа воздуха. Женя, почему мы будем крепить фламу на подвесы? Во время усадки дома, чтобы не сломало фиброцементную плиту, небольшой ход у них будет, и они скомпенсируют усадку дома. Баня-то свежая, еще садится и садится, да? Сделали такую плавающую стену, да? Да, чем он длиннее, тем он свободнее ходит. Достаточно. Ребензимат. 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 пара слов о печке новосибирский производитель на рынке это печь давно на нашем канале кстати есть ролик о том как мы парили с ней зимой в бане бочки эта модификация добропар 14 ч с для парных от 9 до 14 кубов дверца чугунная со стеклом добропар явно создан для ценителей хорошего пара под открытой каменкой у нее спрятана внутренняя которую камни помещаются через металлическую крышку в которой кстати есть отверстие через которые пар и выходит а вот подается вода в каменку через отверстие в тыльной части печи посмотрите наш зимний ролик мы подробно рассказывали как печь работает 70 килограммов весит печка в общем без помощи зала не обойтись все ровно один человек нужен да нет если сильно захотеть заморочиться я вот заносил ее 1 на прошлой неделе через лесенку ставил ее закатывал заводил всякими правдами-неправдами смог поставить если сильно захотеть можно все свободно здесь главное аккуратно опачки дверь снимать пришлось снять дверцу да чтобы да и немножко не прошло дверь она это и 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 мне кажется не стоит тем более баня низко еще и тут место для караин полгода нагретая в баке вода будет подаваться по гибкой трубе в мойку для этого проделаем в стене отверстие и выведем трубу все стыки дымовых труб промажем герметиком у нас же часто бывает вода нет ничего в воздухе висит там несколько метров думаю нашим зрителям не нужно напоминать о необходимости защиты элементов потолочного перекрытия для этого устанавливаем потолочный входной узел несмотря на то что используем трубу цель что евгений не удалось все равно до попадал немножко классика жанра даже без гвоздиков жень давай нашим зрителям расскажем вот об этом небольшом лайфхаке как вот снять обрешетку не выкручивая с внешней стороны что там у нас саморезы этот номер проходит не всегда зависимость от толщины обрешетки толщины кровельных саморезов то есть в некоторых случаях их видно в некоторых случаях их приходится искать то тогда уже проще наверно когда залазишь вы ставите тогда либо делать отверстики через него подожди а ты же ну сейчас видишь да где у тебя выходит самореза не обрешетка весь 20 и вот я вижу вот . и вот . самореза и рядом с ним сейчас засверлишься ослабляю его крепление и просто спокойно выдергиваю вот так главное не перестараться но саморезы естественно пусть там сидят они уже притянуты зафиксированы они приклеиваются на этих резинках это ты сейчас отметил центр оси дымохода вот так этого опытным до способом уже точно 200 я делаю бока столько же сколько и вверх-вниз чтобы сильно не расстрелять и когда мы следующий метр заводим металл его немножко подламывать и жесткость цепку хотя мы будем все дополнительно расстрелить нет держи давай вот он Выводим воду в смежное помещение. Перетягивать не стоит. Если нет специального резака, можно воспользоваться болгаркой. Главные края вот эти нужно будет заточить. Вот здесь вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...